У них нет нефти, у них нет газа. Итальянцам надо что-то продавать. Они продают свой вкус, у них есть вкус. А у нас вкуса нет, и мы покупаем итальянский вкус, французский вкус, бельгийский вкус, английский, японский, американский, испанский. Мы даже не можем мебель сделать. Вы знаете, вот мы редкая страна, которая не может создать своей отечественной мебели. Никогда не задумывались над этим. Никто не будет тенеть на русскую мебель. У нас она будет тяжелая, кандовая. У нас какое впечатление? И неелегантная. Мы хотим создать какой-то особенный стиль в интерьере, например, в каких-то дворцах. Ну, возьмите любой дворец, даже государственный дворец, который здесь строили. Мебель вся привозная. Понимаете о чем? Не можем. Не можем создать национальных ароматов. Они все только привозные. Значит, это как-то связано с русским характером? Связано с русским характером, потому что Россия была тогда интернациональной державой. В царскую эпоху здесь жили шведы и англичане, поляки и немцы, французы и евреи. Здесь жили датчане и финны. Сейчас эта этническая очистка, которая, зачистка, которая произошла, привела к тому, что кроме славянского происхождения россиян здесь живет сейчас огромный процент людей уже из Средней Азии, совсем другой культурный пласт. Наверняка у вас так же. Таджиков, узбеков, ничего плохого нет. Чеченцев, ничего плохого в этом нет. Но только они несут другой уровень культуры, не европейской. Мы не обсуждаем, лучше это или хуже. Но если раньше Россия тянулась к Европе, благодаря обилию европейцев, каждый подтвердит, которые населяли нашу великую империю, Петербург же построен все-таки во французско-итальянском стиле, Петербург же это некая копия Рима, правда, некая копия Парижа, некая копия Венеции, некая копия Амстердама, вы согласны со мной, но не копия Самарканда, Хивы, Бухары или какого-то даже очень прекрасного города Урзурум в Китае. Я не говорю, что эти города плохие. Это новая культура. Но вот эта новая культура пишет на памятниках архитектуры спреем, ругается матом по телевизору, ходит в штанах, из которых торчат трусы, и они висят здесь, пьют биво из горлышка. Это новая культура, но она не может быть иной, потому что она создана на очень низком культурном фонде. Ну, вы ездите по Меру и видите ведь среди молодежи то же самое и в той же Британии. Но я при этом, мой дорогой, кроме рэпа, вижу там прекрасные балеты и опера, я вижу прекрасные выставки в Академии художеств, я вижу замечательные книги, которые там издаются, которые не подстать нашим книгам. Просто сравните, что издается на Западе и в смысле литературы, и в смысле художественных изданий. Не подстать тем фильмам, которые они способны выпустить на рынок. Мы же не можем выпустить ни одного кредита, способного на западном рынке фильма, если это не арт-хаус, какой-то уникальный случай. Ну что, вы не согласны со мной? Согласна. Сколько они нам поставляют на наш рынок и сколько в процентном отношении вот такая Россия, я имею в виду огромная, по отношению вот с такой Англией, которые знают, как делать исторический фильм, как делать многосерийный фильм, нет, я не прав, скажите, что я не прав. Нет, вы правы, но, может быть… Сколько они могут поставить нам ювелирных украшений, сколько они могут нам поставить мебель и ковров, керамики, чего угодно, мы же не можем ничего создать. Мы чайник не можем сделать, понимаете, чайник, чтобы было не стыдно, с него не краснеть. Не прав? Прервите меня, если я не прав. Вилку с ложкой у нас не получается, нам надо западную приносить. Нет, мы не можем, а если сделаем, то она местного пользования. Мы не можем ничего, мы пока не научились за все эти годы большевизма и поздно, ничего импортировать, кроме сырья. Или это сырье человеческое, это может быть балерина, оперная певица, а может быть просто элементарная проститутка, которую мы завалили мир. Такое тоже есть. Ну, это может быть несть, газ, сланец, что я знаю, уголь, необработанный мех, дерево. Ну, нельзя же хвалиться тем, что мы матрешку до сих пор продаем или жестковский поднос. Это промысел. Это не бизнес, это промысел. Мы не можем шить свою одежду, мы все ходим в иностранные одежды. Прервите меня, если я не прав. Мы не можем сделать заправу к очкам. Мы не сделали ни одного мобильного телефона нашего производства. Никогда об этом не задумывались. Мы не смогли собрать ни одного портативного компьютера отечественной производства. Не стыдно? Мы не смогли сделать кредитоспособного автомобиля, на котором можно было бы ездить в других странах, если это не грузовой там, там, КамАЗ, да, и в странах третьего мира очень Т-72, да. Ну, вы согласны со мной. То есть, все-таки этих достижений очень мало, они есть, но их очень мало, чтобы о нас заговорили как о стране стиля большого. Ведь страна большого стиля, которая может создать фонд для большого, фонд для большого стиля. Почему мы стремимся так к Италии? Потому что это история, культура, литература, музыка, живопись. Правда? А если мы в большинстве случаев даже не знаем отечественную живопись, если мы до сих пор обсуждаем черный квадрат, это хорошо или это плохо? Это было сто лет назад. Сейчас это обсуждается. Мне кажется, наш театр старается наверстать упущенное в 50-е, 60-е, 70-е годы. А что вы думаете, что я не первый, который желает, чтобы это было наверстанно? Да я первый человек, который мечтает, чтобы это было наверх. То есть будет или нет, но это же другой вопрос. Но зачем мы дожили до такого периода, когда мы не знаем, чем похвалиться? Потому что нельзя всю жизнь хвалиться балетом. Это императорское сочинение. Это не мы придумали балет. Это Тетипа. Француз нам привез. И Дидло. Простите за эту правду. И сколько же лет стабильности нам может потребоваться? Столько, сколько нами правили большевики. Вот 20 лет прошло, еще 50 лет. Я думаю, что еще 50 лет и... То есть два поколения еще. И возможно, какой... Только я боюсь, что эти 50 лет в нашем окружении мировом будут для нас фатальными. Потому что Китай в 10 раз нас больше. Знаете, какое население Турции? Вам интересно или нет? Я часто очень вижу. 80 миллионов. Вы знаете размер ее, да? Вы знаете население России? 135. Так, приблизительно. Значит, Турция от нас отличается в 55 миллионов. Ну, размер. Вы знаете, что 135 миллионов – это приблизительно население царской России до 17-го года? Прошло 100 лет. И где прирост? Спрашиваю я вас. Это должно быть в 3 раза больше. Где он, этот милый прирост? Милый моему сердцу. Милый моему сердцу. Милый моему сердцу. Милый моему сердцу.